Всем привет! Сегодня у нас на обзоре достаточно интересная флешка, которую просто обязан иметь заядлый параноик или миллионер-криптовладелец, который переживает за сохранность своих ключей к крипто-кошелькам. Вообще, эта флешка подойдет для хранения от несанкционированного доступа к чему угодно, так как в ней используется 256-битное аппаратное шифрование XTS IES военного уровня, которое в реальном времени шифрует все данные, записываемые на флешку. А как вы знаете, армейские стандарты очень суровы. Мы говно! Здесь вам не курорт, калаш мне взад! Это армия тротил мне в жопу! В армия даже из таких комиков, как мы, делает настоящих мужчин! Флешка поставляется вот в таком вот блистере с краткой инструкцией и паролем по умолчанию, опубликованным на обратной стороне упаковки. Это 1-1-2-2-3-3-4-4. Давайте распакуем. В нашем случае это 32-гигабайтная версия USB 3.0. Всего существует 5 версий на 4, 8, 16, 32 и 64 гигабайта. Корпус выполнен из металла. Сама флешка пылевлагозащищенная. На флешке имеется резиновая прокладка для защиты от попадания внутри влаги. Вот это кольцо сделано из стального тросика и при желании его можно легко снять и повесить флешку на что-то другое. Флешка имеет свой собственный источник питания, аккумулятор, который заряжается в момент подключения и нахождения в USB порту. Если аккумулятор не заряжен, то флешка работать не будет и нужно зарядить аккумулятор, предварительно вставив флешку в USB порт на 1 час. Затем можно пользоваться флешкой как обычно. Давайте замерим скорость записи и считывания данных на флешку с учетом непосредственного кодирования данных в режиме реального времени. Для этого нам потребуется программа CrystalDiskMark. Ссылку откуда можно закачать эту программу я оставлю в тексте описания под роликом. Перед тем как подключить флешку в порт USB, не забываем ввести пин-код. Вводим тот, что по умолчанию. 1.1.2.2.3.3.4.4. Закарается зеленый замочек и можно подключать. Как вы видите, флешка быстрая и скорость записывания и считывания данных комфортная, если можно так выразиться. Не забудем протестировать на стойкость к воде. Берем нашу флешку и бросаем в воду. Посмотрим, протечет чехол или нет. Как вы видите, защита от проникновения воды работает и даже если в будущем прокладка сохнется и начнет пропускать мелкие капли воды, они все равно не повредят флешку, так как сама флешка по себе тоже водонепроницаемая. Последовательность действия необходимая для смены пин-кода, обнуления пин-кода, установления времени самоблокирования флешки и многое другое. Все подробно расписано в руководстве, которое сейчас перед вами на экране. Его можно скачать как с сайта производителя флешки, так и в тексте под описанием ролика. Теперь давайте поговорим о том, насколько этой флешке можно доверять. Как я уже говорил, в Kingston Data Traveler 2000 применяется 256-битное аппаратное шифрование XTS-AES военного стандарта, который в реальном времени шифрует все данные, записываемые на накопитель. Флешка не требует дополнительного программного обеспечения и не зависит от операционной системы хост-устройства. Флешка позволяет пользователю ввести на встроенной клавиатуре пин-код длиной от 7 до 15 цифр перед подключением накопителя к порту USB. Причем простые пароли, такие как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или подобные, флешка использовать не позволит и попросит пользователя использовать более сложный пин-код. В случае утери или кражи накопителя, пользователь может быть уверен, что все данные, хранящиеся на нем, надежно защищены и не могут быть использованы посторонними лицами. USB накопитель может быть разблокирован только с помощью встроенной клавиатуры, а не компьютера. Флешка защищена от программных и аппаратных перехватчиков вводимой информации и атак методом перебора. Даже если выпаять микрочип памяти и впаять его в аналогичную флешку с известным работающим пин-кодом, данные все равно останутся зашифрованными и вам понадобится, по крайней мере на данный момент, не одна сотня лет, чтобы попытаться подобрать пароль. Не говоря уже о том, что при 10 неверных вводах пин-кода подряд, все данные на флешке безвозвратно уничтожаются и восстановить их никакими программами восстановления вы не сможете. Каково применение этой флешки? Сюда без боязни можно копировать фото или данные кредитных карт, пин-коды к телефонным номерам и кредитным картам, данные доступа к платным сервисам и услугам, к различным аккаунтам, которыми вы постоянно пользуетесь. Можно хранить ключи к криптокошелькам, купленных вами монет. Также можно хранить оцифрованную версию листа бумаги со списком фраз восстановления к различным аппаратным кошелькам, взять те же Ledger Nano S или Ledger Blue. Также можно хранить деловую переписку и портабельный почтовый клиент, который запускается непосредственно с флешки и дает вам доступ ко всем вашим почтовым аккаунтам, например, The Bad Voyager. Хранить можно что угодно, что представляет для вас какую-либо ценность или важность. Обязательно приобретите такую флешку, если позволяют средства. Вы не будете разочарованы, главное не потерять ее где-нибудь в путешествии или на пьяный глаз. Всем пока, если понравилось видео, вы знаете, что делать. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok